Пожар вот с этой комнаты начался. Заполыхало поздно вечером. В этой комнате жил пенсионер. Именно его квадратные метры оказались в самом эпицентре пожара. Соседи говорят, мужчина выпивал и курил в кровати. После осмотра пожарные подтвердили. Причиной ЧП стала пьяная сигарета. Ой, мы уже спать легли. Слышим шум в коридоре. Выскочили и открыли дверь. Гарью пахнет. Ну, ходили и выскочили на улицу. К месту возгорания огнеборцы прибыли сразу после звонка на пульт 01. Работу осложняли деревянные перекрытия. Тоски на полу загорались одна за одной. Площадь горения составила 60 квадратных метров. Значит, личным составом подразделений с этажей здания было эвакуировано 25 человек по лестничным маршам. И по автоматическим пожарным лестницам было спасено 10 человек. Виновник пожара погиб в огне. Остальных удалось эвакуировать. За помощью к врачам обратились 6 человек. Двое из них дети. Одному 9 месяцев, другому 9 лет. Они сейчас в больнице. Как обычно, дети всегда страдают у нас больше. Они страдают больше и при дорожных транспортных происшествиях, и при задымлении, и при пожарах. Но, тем не менее, состояние этих детей было, в общем-то, стабильное на нашем этапе. Я надеюсь, что и дальше так же будет. Ущерб от пожара пока не подсчитывали. Больше остальных пострадали ближайшие соседи погибшего. В этой комнате сгорело почти все. Не тронул огонь только икону. Хозяева уже попросили администрацию района подыскать им жилье. Остальным ремонт придется делать за свой счет. Ну вот, я говорю, это еще хорошо, кому окна не побили. А в основном вот там по всем этим еще и окна все разбили. Вот сейчас вот попробуй поставь его окно. Сейчас в доме нет электричества. Его отключили, когда пожарные проливали дом. Погорельцы говорят, поживут пару дней и при свечах. Главное, отопление дали. Михаил Терентьев, Александр Кравченко. Новости Телеобъектив.